Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 августа. Хочу несколько минут вашего времени рассказать последние новости о растительной палатке. Кто смотрел мои видео, они знают, что в июне этого года у меня появилась вот эта вот растительная палатка Grow Tent. Откуда она взялась, из чего состоит, я не буду сейчас рассказывать. Вы можете посмотреть в предыдущих видео. Ссылки я размещаю в описании к этому видео. Но сразу скажу, я очень заинтересовалась этим сооружением. Это была для меня новинка. Сразу начала осваивать его вот этот Grow Tent. Сначала посеяла несколько томатов, чтобы осуществить как бы пробное выращивание, потренироваться. Я хотела вырастить в домашних условиях томаты, чтобы они поспели к Новому году и чтобы посмотреть, как они будут расти, понравится ли им здесь. Но с томатами я немного просчиталась. Сейчас расскажу, почему. Хотела вырастить томаты к Новому году, но сроки не посчитала внимательно. Они у меня очень рано начали цвести, завязывать плоды. А сейчас мне томаты не нужны. Они, видите, уже какие большие. Я даже ухаживать за ними не стала, не стала распекировывать этот посев бедра, потому что я еще от летнего урожая отбиться не могу, а тут уже новый. Вот сейчас хочу посеять попозже еще один, чтобы вырастить именно зимой, к Новому году. О томатах я расскажу попозже. Отдельное видео сниму сейчас, только о перце. И в это же время, примерно одновременно с томатами, я посадила вот в эту растительную палатку, вот он в ведре у меня сидит, посадила перец. Это были два самых слабеньких, которые остались от высадки в грунт. Ну такие, короче, два заморыша. Я их в ведро и сюда. И все это время они у меня росли, ну где-то уже полтора месяца, наверное. И вот как раз при выращивании вот этих слабеньких перчиков в ведре, я обнаружила очень важное преимущество этого Гроутента, этой вот китайской палатки для растений. Когда мы выращиваем растения дома, в такое вот, в неудачное, ну как, в несезонное время, особенно мне получилось неудачное это время, у меня и заготовка семян, и сборка урожая, и я за этим перцем, если честно, не следила и не ухаживала. Пробегая мимо я, раз, загляну в палатку, стоит, краснеет, спеет, ну и хорошо, и пробегаю дальше. Только включала, выключала свет. Он у меня как экспериментальный, я сильно на него не надеялась, я просто хотела посмотреть, подходят ли вот эти условия выращивания для выращивания еще не только томатов, но и перца, для зимнего выращивания, для продления вот этой жизни. Но я напомню, что вы помните у меня этого оранжевого гномика два года назад, когда я хотела продлить ему жизнь и занесла его домой на зиму. Вот за зиму там у меня завелась белокрылка, я тоже за ним сильно не следила, потом выставила весной в эту в теплицу, и эта белокрылка благополучно расползлась у меня по всей теплице, потом по всему огороду, это было бедствие такое, катастрофа, я с ней боролась. И многие знают, что вот во время такого внесезонного выращивания, когда мы заносим с огорода что-то домой, нужно обязательно обрабатывать перед тем, как мы занесли. Я, конечно, этот перец не обрабатывала, даже если люди обрабатывают очень часто, вот в этих кашпо, в ведрах, вот у меня в данном случае он в ведре, в горшках, заводятся различные насекомые вредители. Вот про белокрылку я уже ученая, что у меня один раз на перце завелась белокрылка, но я не ожидала, что у меня так быстро здесь еще разведется тля. И вот перец я заглядывала, красивый, хороший, краснеет все, я подробно не смотрела, а потом смотрю, думаю, какого там чем-то копилками присыпано, оказывается, а там уже была, понемножку разводилась тля, и вот в течение этого месяца она у меня расплодилась, когда я ее увидела, там уже огромная колония вот этой тли. Значит, нужно обрабатывать. Ну вот, обработка растений, вот в такое вот, во мне сезонное, но представьте, как будто это зима, обрабатывать больше негде. Только вот здесь дома. И вот это, конечно, большая проблема лично для меня. Кто давно смотрит, является подписчиком моего канала YouTube, я этого не скрываю, все знают, что у меня астма. И вот эти вот все химические препараты для меня, это смерти подобно, меня можно как муху брызнуть дихлофосом, и я задохнусь, умру. Вообще это больная тема. Я стараюсь минимально использовать все эти средства и в открытом грунте, в огороде, а про дом я вообще молчу. Когда у нас обрабатывают от мух, брызгают, я вообще ухожу далеко-далеко, и потом, пока полностью не проветрится дом, я не захожу. Поэтому вы понимаете, если бы у меня на окне завелось вот это вот зимой, такое чудо, мне с обработками нужно было быть очень осторожной. И вот в этом году, вот когда на перце завелась тля, я с радостью заметила, что вот эта вот палатка, как отметила для себя, поняла для себя, что вот эта палатка Гроут Энд, он может значительно облегчить мне жизнь, вот в случае с обработками. Но и не мне, а также другим всем астматикам, аллергикам. То есть вот это вот закрытое помещение, то, что он может герметически закрываться, это огромный плюс. Но я вот про себя говорю, лично для меня. Но сейчас вы знаете, что у многих людей в последние годы на любые вот эти химические препараты аллергическая реакция нежданно-негаданно возникает. Поэтому лучше, конечно, с ними не прикасаться. И в случае с Гроут Эндом я вот сейчас могу обработать, опрыскать, закрыть плотно. Я сейчас покажу, как буду прыскать, как закрою. И будет новинка то, что буду прыскать, не обрабатывать ни огородными средствами. Я хочу поэкспериментировать, раз уж есть такая возможность закрыть плотно, и по всему дому ничего это не разойдется. Вот про дихлофос вспомнила, у меня аж дыхание сперла. Я даже одно упоминание дихлофоса у меня начинается с пазм бронхов. Правда, я очень боюсь всех этих вот вонючих запашистых. И я когда вот эта палатка у меня появилась, я об этом даже не подумала. Все же приходит в процессе выращивания, в процессе работы, и я не думала о том, что тля у меня здесь нужно будет обрабатывать. А теперь я поняла, что если даже на рассаде у меня появится какая-то вот такая зараза, насекомая или вредитель, я смогу спокойно опрыскать, закрыть и уйти. Потому что ткань не воздухопроницаемая. Она вообще-то предназначена для того, чтобы солнце отражать. Но вот эта фольга, она совершенно непроницаемая. Можно поэкспериментировать. Сегодня буду экспериментировать со страшным для меня средством дихлофосом. Как я уже говорила, я его боюсь в доме. Но теперь я сейчас покажу вам. Все закрою, все застегну. И в маленькую дырочку, руку сюда раз засуну и брызну. Все. Почему именно дихлофос? Потому что я всегда обычно спецсредствами обрабатывала, но иногда спецсредства под руками не бывает. А дихлофос есть у всех. И вот, например, зимой что-то завелось. Ехать далеко в магазин садовый. Остаток дихлофоса. Сейчас будем брызгать дихлофосом. Вот помидорку я предварительно убрала. Все сейчас на замки застегиваю. Руку вот сюда просуну в маленькую дырочку. И обрызгаю перец. Тут сейчас будет маленькая газовая камера. Все очень-очень плотно закрыла. Все замки. Все. Буду ждать час, может два. В течение периода ожидания я два раза открывала вот эту боковую. И заглядывала туда. Это очень удобно тоже. Что можно, не находясь там, так заглянуть и понаблюдать, как там чувствует себя перец и тли. Когда прошло несколько часов, я зашла вот сюда. Смотрите, как одиноко выглядит в этой огромной растительной палатке мой перчик. Но я его, помидорку, которая здесь с ним живет, конечно, вынесла во время обработки. Я его специально оставила одного. Потому что в этой газовой камере вот для уничтожения тлей было, конечно, очень плохо растению. И вот смотрите, я зашла сюда. Я не буду все показывать. Я, конечно, тех тушки тлей собрала ватным, там, полным, влажным. И хочу сказать, когда их мало, когда один всего перчик, конечно, можно было просто механическим, таким, механическими движениями вот смочить зеленым мылом. Самый простейший способ уничтожения тли. и как сгребсти. Ну, короче, все протереть листья и сгребсти эту тлю. Но я использовала дихлофос только потому, что она вот там, было ее много. И она вот эта вот живая, шевелящаяся. Если честно, я просто... Ну, как мне было неприятно вот этих живых трогать руками. Я их умертвила дихлофосом. Потому что живые, вот эти вот взрослые особи, они умерли сразу же. Сразу умерли. Но, конечно, здесь еще, скорее всего, могут остаться их потомства, как личинки. Я через несколько дней потом... Ну, дня через 3-4 посмотрю, если новые будут. Я вот зеленым мылом. Тут уже ничего страшного нет. Почему я так быстро постаралась обработать? Потому что, смотрите, они сидели на самой верхушечке, вот на этой, где образуются вот эти молодые. И два самых молодых листика, самых свежих, они полностью высосали, и они засохли. Этот перец у меня в этой палатке, ему так понравились условия выращивания, что он начал выкидывать новые цветочные кисти, прям массово. Видите, на каждой верхушке. И я хочу все-таки его в зиму оставить. И вот эта обработка была необходима. И я поняла, что, если, например, был бы не один, а было бы много тут, целая компания перцев, или было бы много рассады тут, то можно было бы прям полностью все закрыть, например, от белокрылки, от чего-то, и обработать средством, даже вредным для человека, и оставить все закрытое. Это очень удобно. Я уже подумала про белокрылку, когда мне предлагали фумигаторы включать вот от мух, от моли в теплице. Но теплица-то огромная. А вот здесь, если бы на рассаде завелась белокрылка, можно было бы запросто включить фумигатор на ночь, на сутки, и вся белокрылка умерла бы. Повторить несколько раз, и все. Короче, это очень огромное преимущество, которое я обнаружила в этом. Вот этот вот я нашла единственный, который у меня остался спецсредством с этого года. Можно было бы даже вот этим, тут тоже тля есть, взять, опрыснуть, и потом еще раз опрыснуть, и все. Короче, преимущество... Я осваиваю эту пока палатку только-только. Первое преимущество, которое я обнаружила, это вот то, что это закрытое помещение, и вот я теперь называю это газовая камера, которую можно наполнить чем-то без вреда для своего организма, уничтожить всех вот этих вот. Теперь я думаю, когда я тлю освободила, ой, перец освободила от тли, перец начнет, а то они верхушки все высасывали у нее, начнет расти у меня благоухать, даст мне хороший урожай. Вот этот перец благополучно тут уже вызрел. Надеюсь, что еще раз цветут цветы, и будет у меня хороший урожай перца. Все. Я сильно не стала удлинять, конечно, мне сейчас... Вот я почему и упустила перец-то, потому что некогда. Сижу на заявках, вчера, позавчера два дня полностью сидела, разгребала заявки, сушу семена, мою семена. У нас еще продолжается уборка урожая, идет все к концу, но я очень занята, и вот из-за моей занятости пострадал мой экспериментальный перчик. Ну, растительная палатка выручила. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот освоение таких новых сооружений, которых я раньше не видела и не слышала. Гроутент, растительная палатка. Начинаю помаленьку здесь свои эксперименты проводить.